Разработчики выпустили новый Development Preview. Здесь они рассказали про новые ID-карты, которые будут у игроков. Вот по этим скриншотам вы можете увидеть. И направленный микрофон, про то, каких тиров он будет, как он будет выглядеть и всё вот это. Давайте вкратце я пробегусь по основным изменениям, потому что самое интересное, это, наверное, кастомизация карточек, с чего мы и начнём. Ну и третьего тира направленный микрофон. Итак, погнали. Давайте вот на примере просто вот этого скриншота я разберу своими словами. Значит, слева сверху у нас будет написана теперь платформа, на которой мы играем. Потому что, как мы все знаем, в августе выйдет на консоли эта игра, Фосмофобия. Вот. Также мы теперь можем два бейджа вот сюда вот прилепить, которые будут нам, ну, там, о чём-то говорить, показывать, что мы там какие-то крутые, вот, или не очень. Вот с помощью вот этой вот кнопки мы сможем открыть меню, в котором мы будем всё вот это вот кастомизировать. То есть будет бейдж престижа, то есть которые даются за престижи, когда вы прокачиваете их к престиже в то время, отображаются римской цифрой. Как, впрочем, в прошлом видосе я сделал предположение, это да, это и есть престижи. Ну, а они всегда и везде так обозначаются. То есть в данном случае вот у СюДжея уже третий престиж. Играет там, пока мы ещё не можем. И за каждый престиж нам будет даваться какой-то вот такой вот бейдж. Ну, а специальные бейджи, это, ну, будут даваться каким-то либо разработчикам, либо там, не знаю, тестировщикам, там, контент-криэйторам, может быть. Вот, мне, конечно, вряд ли дадут, учитывая вред, но и не страшно. Также можно выбрать будет цвет вот этой вот карты, и вместе с цветом поменяется ещё и, видимо, фон. Вот здесь вот, потому что, видите, а, или фон будет скорее зависеть, смотри, от того, какой бейдж выберем. Потому что здесь, например, на фоне изображён вот этот вот бейдж, не размытый, точнее, а с таким эффектом наложения, а тут, наоборот, вот этот вот. Ну, в общем, не знаю, да. И можно будет выбрать тему, соответственно. То есть разные цвета будут и всё такое, и цвет уровня тоже меняется. Ну, короче, вот так. Также тут пару слов они сказали про дизайн. То, что вот эта полоска теперь шире, она теперь тоже вот меняет цвет, как я и сказал, собственно. Ну, и, впрочем-то, на этом с ID-картами у нас всё. Интересно очень будет посмотреть на всё это в игре, повыпендриваться, потому что, мне кажется, вообще из этой штуки они могли бы сделать, типа, донатную иерархию в фосмофобию ввести. То есть, чтобы люди, там, знаешь, допустим, неизвестно, каким образом будут даваться бейджи, например, престижа. Хотя я вот здесь вот вижу римскую цифру 1, или это обычная цифра 1. Ну, я так не разгляжу, далеко очень, да, там маленькое всё. Вот, может быть, просто там будут разные иконки, они их уже придумали, и всё. А может быть, оно будет рандомно как-то даваться, там они разных цветов будут, и всё такое, не знаю. Не знаю. Или вот специальные бейджи, например, да. И, типа, будут какие-то лутбоксы. Ну, это, конечно, многие к этому бы, наверное, негативно отнеслись. Или как-то, ну, так, с опасением. Но, на самом деле, если баланс выдержать, то это будет хорошим толчком для разрабов, по крайней мере. Потому что сейчас нигде, кроме как с продаж игры, они деньги не зарабатывают. А во многих онлайн-играх, даже в каких-то супер, там, крутых, реально дорогих онлайн-играх, большая часть денег всё равно всегда приходится именно с донатов. И вот каких-то внутриигровых покупок, нежели просто с продаж. Поэтому, мне кажется, это бы помогло. И я только забуду, если они, ну, баланс опять-таки выдержат. И каким-то образом ещё найдут способ зарабатывать деньги на своём детище. Вот. Теперь переходим к направленному микрофону. Итак, вот здесь мы видим Tier 1 направленный микрофон. В общем, он будет, опять-таки, как и во всех остальных случаях. Вот Tier 2 — это обычный направленный микрофон, который и на данную секунду есть. Ну и, собственно, Tier 1 — это как бы урезанная его версия. Другая моделька. А, забыл сказать вот что. Думаю, что-то забыл. Короче, тут написано, что игрока этот микрофон снабдит наушниками, которые он будет как бы одевать, когда достаёт направленный микрофон. Как я понимаю, да? Ну, тут прям так практически и написано. Что приглушит вообще звуки из просто реального мира. И будет в эти наушники воспроизводить звуки, которые поступают на направленный микрофон. То есть, если это всё воспринимать, ну, как бы, ну, не просто же так они, наверное, это всё написали, да, про наушники. Они могли просто тогда написать, что типа, ну вот, ну, звук будет воспроизводиться, да, как и сейчас, собственно говоря. Но, видимо, теперь, когда ты доставать направленный микрофон будешь, у тебя звуки остальные из игры будут приглушаться. Возможно, как там, знаешь, когда ты лапку используешь, вот это вот «хочу знаний», и у тебя звуки приглушаются. Интересно всё это посмотреть. Возможно, с помощью этого типа лучше будет, проще будет слышать все звуки. Особенно проще будет по-любому с Тир-3 микрофоном, потому что там мы разберём чуть вот позже. Ну, Тир-2 микрофон. Просто как бы, ну, тут написано «улучшенная версия первого Тира», но по факту это то, что мы имеем уже сейчас. Написано также, что он будет чуть дальше улавливать звуки. У него типа улучшенный сенсор. Ну и, в общем-то, вот так. Ну и Тир-3 вот таким образом выглядит. Смешная штука. У него прям тут полноценный радар такой, на котором это изображено, откуда звук исходил. Это очень удобно, потому что ты сможешь, ну, просто на большой карте, например, мне кажется, это будет очень полезно, потому что ты прям увидишь конкретно, где звук, насколько он далеко, где он, может, он рядом прям с тобой был, и ты такой смотришь, а там стена. Значит, наконец-то на Санимидос ты начнёшь понимать. Это, блин, снизу звуки или сверху. Вот, кстати, это можно было бы тоже, наверное, может быть, добавить. Ну, это ладно уже, тихо. Вот. Может быть, на самом деле так и будет на картах, на которых несколько этажей, потому что в данном случае примерно виллоу-стрит. Может, там будет показываться, что, типа, там не на вашем уровне по высоте находится звук, который вы сейчас уловили. Вот. Ну и он, естественно, может сразу несколько звуков улавливать и несколько сразу моментов. Ну, вот там вот на секунду появляется, вы видите, да? Несколько точек показывать на этом дисплее, что несколько звуков сразу разных исходило. Таким образом вы сможете, как бы, понимать. То есть, потому что очень часто случается такой момент на больших картах, когда вы вместе с кем-то играете, и кто-то, допустим, открывает дверь, и вы улавливаете этот звук и думаете, что это призрак. И постоянно надо переспрашивать, типа, там, трогал дверь, трогал выключатель. Нет, там, 5 секунд назад, 10 секунд назад. Здесь же это будет проще теперь. Ну и, впрочем, я считаю это очень классным. Ну и, опять-таки, соответственно, этот микрофон будет, получается, воспроизводить много разных звуков, которые вы улавливаете. Вот, таким образом вы сможете понимать. Кстати говоря, есть ли в нем тоже только единственное, что ничего. Тут особо я не вижу, чтобы было написано про то, что он будет еще круче, чем Tier 2. В плане ширины, например, того, вот, что он улавливает, и в плане дальности, например. Но, надеюсь, что в любом случае он, ну, даже если как Tier 2, то вот эта штука все равно имбовая. Вот этот вот дисплей, который будет показывать все. Очень интересно на все это будет посмотреть. Ну и, собственно говоря, предыдущий progression, ой, точнее, этот, development preview, был выпущен 26.07, вот этот 03.08. И, как разработчики сказали, игру они, ну, апдейт они перенесли на середину августа. До середины августа как раз где-то неделя, да, то есть, ну, с момента вот записи этого видео. Поэтому вполне возможно, что выйдет еще один какой-нибудь финальный, знаешь, development preview, и я хочу у вас спросить. Я постоянно все эти development preview разбирал, собирал, там, рассказывал что-то, как-то старался, типа, ну, человеческим языком понять, как это все будет работать, там, возможно, приводить примеры. Хотите ли вы, чтобы я сделал какой-нибудь крупный видос, где я бы собрал все, что известно вот про будущее обновление фосмофобии, чтобы, ну, вот перед апдейтом, так сказать, освежить все в памяти, и чтобы с уверенностью, короче, залететь в эту обнову, чтобы не было такого, что там зашли, и куча всего, ничего не понятно, все страшно. Если да, то, собственно, пишите в комментариях, ну, и, короче, ну, да, вот. Сейчас, блядь, подожди, сейчас, как там это? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока!